Меловые пещеры Арсеньевского скита, экскурсия на катере. Группа отправляется через 10 минут. Вот уже 5 лет каждый день Иван и его команда по утрам готовят экскурсионный катер. Туристам показывают достопримечательности Донецкой Швейцарии, города Светогорска. Сначала 2 километра по Северскому Донцу, потом прогулка по лесу в гору и посещение пещерного комплекса Светогорского монастыря. Иван говорит, до начала боевых действий бизнес приносил прибыль, война все изменила. Можно было на экскурсионной деятельности зарабатывать и с этих средств развиваться. То есть на благоустройство маршрутов нужны средства. То если брать 14, 15, 16 год, времена послевоенных действий, то мы работали 14, 15 год на энтузиазме. Сегодня для создания новых маршрутов нужны туристы, а их количество сократилось в несколько раз. Люди в Светогорск очень мало едут сейчас, потому что там, где Донецк, Янакиево, Горловка, там граница. Люди с Донецкой очень сложно добираться. С Харьковской области такого потока сильного, как с Донецка, нет. С Мариуполя люди не едут, потому что им приходится объезжать Донецк. Опять же, транспортные преграды. Из-за боевых действий в десятки раз стало меньше туристов и на экскурсионных маршрутах и экологических тропах природного парка «Святые горы». А здесь и 600-летний дуб, и многообразие растений и животных. На территории парка учеными зарегистрировано более тысячи видов растений. Мы с вами сейчас находимся, где воздух почти стерелен, потому что дуб, фитонциды дуба убивают кишечную палочку, фитонциды сосны – туберкулезную палочку. А вот недавно доказали, что фитонциды тополя, они даже убивают вирусы гриппа группы А и Б. В Светогорске готовы принимать туристов, только не хватает информационной поддержки со стороны государства. Это Донецкая область, это зона АТО. Никто, по сути, даже не хочет вникать в контролируемую территорию, либо не контролируемую украинскую власть. Просто если это Донецкая область, у всех такие штампы, что там небезопасно. То есть в первую очередь нам надо дать понять людям, что здесь безопасно, спокойно, что здесь так же можно отдыхать, как в любом уголке Украины. И тогда люди поедут, нужно поддержать информацию на нас. В обл. администрации говорят, пропагандировать туризм надо, но государство не дает денег. А самим туризмом в администрации занимаются меньше года. Финансирование ждут в 2018-м. В этом же году планируют запустить маршрут через всю область. Это будет партнерство государства и частных турагентств. Этот маршрут называется Троянда-Степу. Он проходит через всю Донецкую область, начиная с Бахмута, Словянск, Лиман, Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка, Далее Покровськ, Покровська, Волноваха, Маріуполь, Мангуш и Велика Новосилка. Если вы видите так, как я назвала эти места, то это маршрут в виде доллара. Я так думаю, что это не просто. Мы сделали это с помощью метою, чтобы мы могли действенно притягивать до себя и иноземцев, которые, по-перше, очень много будут видеть, а по-друге, они увидят, что именно в этом маршрутке есть зашифрованный финансовый замест. А пока чиновники планируют, люди понемногу, но едут на отдых в Святогорск и эмоций не скрывают. Очень все понравилось, очень замечательно, только положительные впечатления. Превосходно, очень нравится. Я никогда тут не была первый раз, так что мне очень все нравится. Красиво и природа. Здесь отлично. Близко к дому и нормальные позитивные эмоции выходного дня.